Морти, а ты уверен, что эта карта подходит? Нет, не уверен. Мы попробуем. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие и подруги. С вами Мортик, капитан очевидность, карта ДОК. Но вот штурмовая винтовка у нас сегодня Дай его К2. Ее отличительная особенность в том, что ей нужны короткие дистанции. На средних она уже слишком слаба. Но, перед тем как обсудить это все, есть у меня для вас отличненький анекдот. Поделился этим анекдотом. Пингвин по имени Слава. Тихо. А анекдот такой. Летит орел. Летит, парит в небесах. Тихо. Эдшот, дедка, юас, унда. Да. Из попа у него влазит глист и спрашивает орла. Какая высота? Тот говорит 500 метров. Хорошо. Понял. И обратно туда залез в попу. Орел набирает высоту, парит. Глист снова вылазит. Спрашивает, какая высота? Орел говорит 1000 метров. Ясно. Понял. Обратно залез. Орел еще набирает высоту, парит. Вылазит глист, спрашивает, какая высота? Орел говорит, полтора километра. Глист говорит, ладно, но ты смотри это. Не напрягайся сильно. Экипаж волнуется. Да. Так вот оно и бывает. Да. Неплохо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бай. Ай, да, да. Ой, музыка хорошая. Капитан все это. Где такую музыку взял? Такую пластинку прям поставил. Опаньки. Не надо так делать. Не надо. Веселый мальчик. Да. Ну его так зовут. Хэппи бой. Что значит? Веселый мальчик. Да. Как ни странно, идет игра нормально с этой пушкой. Сегодня я удивлен, удивлен. Сегодня я играл на карте терминал. Играл на карте поселок с ней. И что-то вот дальше полтора к одному ходить не получалось. А, по-моему, на терминале у меня там вообще один к одному было. Два раза сыграл. Один, по-моему, был раз. Один и три. Второй раз один к одному. В общем, вот так вот. То есть, почему так получается? Да, просто потому что ты занимаешь более выгодную какую-то позицию. Да. То есть, ждешь противника, когда он выйдет из-за угла, например. Как-то доминируешь, по идее. Но он выходит и просто тебя перестреливает. Потому что дистанция уже средняя. И хотя у нас класс штурмовик и пушка, это, конечно же, штурмовая, штурмовая винтовка. Но вот есть у меня такая особенность. Вот она вот на такой дистанции, инженерной, такой небольшой какой-нибудь. Она показывает себя хорошо. Действительно, неплохо иногда вообще показывает. А вот на штурмовой дистанции она уже очень слабая. На больших дистанциях вообще рекомендую вам воздержаться от прямого огневого контакта. То есть, если вас видит противник, вы видите его на большой дистанции, с этой пушкой делать нечего. Она не для этого. А вот на ближней, особенно с учетом того, что сейчас добавили модули ей, вот это все, да. Очень даже можно так понагибать. Перезарядка достаточно бодрая. Отдачи у нее практически вообще никакой нет. То есть, тут примерно такая же ситуация, как СИГ-551. Отдачи нет, можно смело зажимать, нагибать и все будет хорошо. На большой дистанции, даже на средний уже, у нее урон не особо получается. Ну, тоже не особо, видели такое что, да. То есть, он очень низкий. Поэтому, даже целясь в голову, вы хоть шот вряд ли поставите с одного попадания. Но, нагиб возможен и успех возможен. Если карта небольшая, либо карта достаточно какая-то крупная, но есть какие-то позиции, которые вы можете занять, и они достаточно компактные, противник никак не сможет выйти на вас даже на средней дистанции, то с этой пушкой можно, можно творить добрые дела. По-любому. Тихо, не надо так. Так, надо сваливать. Ну, там уже дистанция хорошая, поэтому я, собственно говоря, сваливаю. Меня этот штурмовик распилит очень быстро. Вот тут вот, видите, да, какой урон? То есть, урон слабый, очень слабый на дистанции получается. Тихо. Давай-давай. Есть. Хочу снова счастливый мальчик этот веселый. Молодец, молодец. Нравится мне. Хайпи. Вот так. Что и требовалось доказать. Рокутагин есть. Да, Рокутагин есть, Рокутагин, капитан очевидность. А капитан очевидность есть, капитан очевидность. Да. Факты жизни. Вот так. Еще один. Блин, все-таки счастливый мальчик добрался до меня. Молодец, молодец, красавчик. Умеет, дает, нагибает. Эль-бам-бам-бам-бам-барам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот. А, про карту док. Я думаю, и так все понятно. Карта такая, что я предлагаю вам либо по левой стороне, либо по правой идти. В центр не очень. Потому что снайперы с возвышенностей могут отстрелять. Там вокруг этого постоянно контейнера. Некоторые люди крутятся. Но вообще место не очень рыбное. И там они так много уж бегают, с одной стороны. Во-вторых, там слишком много направлений, откуда вас могут подстрелить. Вот это место хорошее. Так, давай, вот. Вот тут встал, так опаньки, и все. А противник не ждет. Пистолет-пулемет, который может посоревноваться даже со штурмовыми винтовками на их дистанции. Ну, а у меня наоборот. Ситуация такая. Штурмовая винтовка, которая может посоревноваться с пистолет-пулеметами на их дистанции. Но не на штурмовой. Да. Такие дела. Так, выходите. Нет. А, все-все, нормально. Медик наш справился. И сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Ребятишки, ну давайте, активнее выходите, чтобы я поднагнул, чтобы я чувствовал себя хорошо, положительно. Ребяток нету. Удивительно. Так. Я не буду ничем брезговать. Оглушки, взрывалки. И счастливый мальчик. Нагибает. Да. Да, вот лучше сейчас с ним не сталкиваться, когда он катану убрал и достал свой Тайп 97. Это будет слишком опасно. Вот так вот. Этшот, деточка, да. Давай, давай. Тихо. Нет, нет, нет. Вот так. Все, есть. Я это сделал. Ну, видите, да? Как-то так. Но все-таки, вот, если маслинка в черепушку залетела, то уже все. Тут уже ничего не попишешь. Тут уже не важно. Нагибка случается. Да, битва идет, но... То есть, когда играешь с таким оружием, вообще, как Дэу, Дэу, К2, да? То есть... Ты не можешь положиться на него. То есть, на КТАР я могу положиться. На ACR CQB, на Тайп, на ACR. На АК-103 могу положиться, да? Там, XM8 LMG, там, вот. Такое оружие, да, оно нагибает. А здесь у тебя сомнения, потому что это оружие может в любой миг тебя сильно подвести. Но у такого оружия и игры с ним есть один большой плюс. Такое оружие вынуждает тебя действовать более, скажем так, более тактично. Да. То есть, именно ты начинаешь больше внимания уделять тактике, стратегии, каким-нибудь таким кемперским моментам, как обойти, как, так сказать, аккуратненько все это дело сделать. Иначе, ну, иначе и так понятно, что будет. Потому что бить в лоб, соревноваться с соперником, кто кого перестреляет, уже как-то, да, нежелательно. Тихо, вот. Поэтому ты привыкаешь по-всякому вертеться, делать все возможное, чтобы у тебя что-то получилось. Именно в этом и есть плюс вот такого оружия. Не просто такого-нибудь, там, хорошего оружия, там, да, а вот именно такого. То есть, с АК-103 такого не будет, не надо думать. Потому что это тоже, в общем-то, очень мощное оружие. То есть, там вышел лоб в лоб и все. А здесь нет, здесь лоб в лоб, это гибель по-любому. Поэтому ты стараешься как-то исхитриться, изловчиться, что-нибудь придумать, чтобы тебя не заметили, чтобы ты ударил во фланг, в тыл, там, как угодно. То есть, ты делаешь все для того, чтобы получить максимальное преимущество не за счет оружия и даже не за счет своего умения стрелять, а за счет каких-то действий, направленных на хитрость, тактика, стратегия. То есть, ты начинаешь хитрить, ты начинаешь мыслить иначе. И это тоже по-своему хорошо. Поэтому иногда поиграть в Сомбреро, это... Какой хедшот, кстати? Там гранаты взорвал, капитан очевидность, и что вообще? Тихо... Капитан очевидность, ну да я, блин, хедшот, говорит, там граната была... Миссия выполнена, вы бы работали на славу. Ну, с хедшотом, может, я покорячился... Это есть такое, да? Зато ты закончил бой как положено. Это есть такое, да? Всем коммуна. Да, это я, все как положено, в конце нагнули, все было здорово. Да, да, блин, молодец, капитан очевидность. Музыка вообще валюта сегодня. Барам, барам, заслуженно, заслуженно. Вот. И поэтому... Более 50% хедшотов получилось, как ни странно. 3,5 соотношения, 21% меткости. И что я вам хочу сказать, друзья. Есть у такого оружия применение, это ближние дистанции. Ну и помимо этого, оно поможет вам не расслаблять булки, можно сказать так, да. Потому что на него положиться нельзя, это правда. Поэтому, если вам нравится попадать в ситуацию, когда вы стараетесь выжить все, не из оружия, не из своего умения, а вот как-то из окружения. Из того, что происходит, и именно путем каких-то таких сложных стратегических действий все-таки нагнуть. То вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами. Продолжение следует...